Нейросонография через родничок Нейросонография НСГ – высокоинформативный и инвазивный метод визуализации головного мозга у детей первого года жизни через незакрывшийся большой родничок. Во внутриутробном периоде и во время родов головной мозг ребенка подвергается различного рода воздействиям, которые могут привести к развитию патологии уже в период новорожденности, служить причиной неврологических нарушений и задержки психического развития. Успешность их коррекции во многом зависит от своевременного выявления, поэтому значение нейросонографии в диагностике заболеваний головного мозга у детей первого года жизни сложно переоценить. В педиатрии и детской неврологии нейросонография является наиболее доступным диагностическим методом, используемым во всех клиниках Москвы. Нейросонография через родничок Двухмерное и секторальное ультразвуковое сканирование головного мозга ребенка, проводимое через естественное окно Открытый большой родничок Нейросонография через родничок проводится всем детям первого года жизни, обычно в возрасте 1-1,5 месяца. Показаниями к более раннему или динамическому проведению нейросонографии служит недоношенность, Внутриутробная гипоксия или асфиксия В родах подозрения на внутриутробные инфекции Врожденные пороки головного мозга Родовые травмы у детей Признаки поражения нервной Системы судороги Задержка психомоторного развития ДР Стоимость УЗИ головного мозга без дополирографии и с дополирографией незначительно различается Показания в силу своих достоинств Неинвазивность Распространенность Информативность Невысокая цена Нейросонография выбрана в качестве Метода постнатального нейроскрининга всех без исключения новорожденных Однако при наличии определенных показаний Нейросонография новорожденному может быть выполнена в первые сутки после рождения Такая необходимость может возникнуть у детей, рожденных недоношенными В особенности ранее 32-й недели гистации с массой тела менее 1500-й год Или от переношенной беременности, имеющих внутриутробные инфекции, гомолитическую болезнь плода, синдром дыхательных расстройств Низкую оценку по шкале Абгар, множественные стигмы, дезембриогенеза, получивших внутри черепной родовую травму и так далее как можно Более раннее выполнение нейросонографии необходимо детям с гипоксическим повреждением головного мозга, гипертензионным синдромом Выбуханием родничков, судорожным синдромом, затяжной желтухой и новорожденных черепно-мозговыми травмами, перенесшим нейроинфекции, менингит, энцефалит и ДР С помощью нейросонографии у ребенка выявляется органическая основа тех или иных неврологических нарушений – гидроцефалия, микроцефалия Мальформации развития головного мозга, внутрижелудочковой и паренхематозной кровоизлияния ДР Что облегчает задачу постановки диагноза Довольно частой находкой при нейросонографии являются кисты сосудистых сплетений и субэкландемальные кисты Родителям не стоит беспокоиться – обычные теобразования бессимптомны, не опасны для ребенка и исчезают со временем В этих случаях с целью контроля рекомендуется повторить НСГ через 1-2 месяца Вместе с тем, тщательного ультрасонографического контроля и наблюдения нейрохирурга требуют арахноидальные кисты у детей, являющиеся Врожденным поробкам развития паутинной оболочки головного мозга, склонной к росту и клинической манифестации Подготовка проведения нейросонографии не требует подготовки ребенка Исследование может выполняться в процессе сна Для того, чтобы бодрствующий ребенок чувствовал себя спокойно перед НСГ его можно Покормить или занять любимой игрушкой Процедура исследования до момента закрытия переднего большого родничка, расположенного между лобной и теменными костями НСГ Ребенку проводится через родничковым доступом Открытый большой родничок у детей первого года жизни представляет собой своеобразное диагностическое окно, прекрасно пропускающий ультразвук Кроме основного доступа через большой родничок при проведении нейросонографии с целью изучения центральных и задненижних отделов Мозга могут быть использованы дополнительные доступы через височную кость Транскраниальная ультразонография Боковые переднебоковые И заднебоковые роднички Большое затылочное отверстие Иногда применяется через родничково-транскраниальная методика, при которой нейросонография проводится как через большой родничок, так И через височные кости черепа У детей старше одного года и взрослых методом выбора визуализации головного мозга является катейлия МРТ Методика стандартной нейросонографии предполагает расположение ультразвукового датчика на области большого родничка и сканирования Головного мозга в коронарной, фронтальной, сагиттальной и парасагиттальных плоскостях Изменяя наклон датчика, диагност оценивает симметричность мозговых структур, их агенность, паренхимы, размер или творосодержащих образований Рисунок извилинный борозд, состояние межполушарной щели, сосудистых сплетений, подкорковых ганглиев, стволовых структур, мозжечка и дары При этом, чем меньше размер родничка, тем меньше объем внутричерепного пространства доступен визуализации с помощью НСГ